Всем привет, с вами Мистер Эл и я продолжаю вам показывать игру под названием Майнкрафт. И в этой серии мы рассмотрим автоматическую фирму пшеницу, как ее построить и для чего она вообще нужна. Так, можно построить ручную фирму пшеницы, но тогда вам придется самому ждать пока она вырастет и самому собирать ее. А так, автоматическая фирма пшеницы более удобная, она для ленивых фермеров и достает больше урожая. Ну а так же с ней интересно поиграть. Вот, я сейчас недавно посадил ростки пшеницы, они растут, ну для примера вам покажу. Мы нажимаем на рычаг и льется вода. Когда ростки вырастут, то пшеница сольется водой вся и будет попадать вот сюда. Ну сейчас я просто недавно собрал урожай, и поэтому недавно посадил, ну и пшеница не выросла. И теперь отправимся на площадку экспериментов, и я покажу вам как начать ее строить, и что вам надо для нее. И вот наша площадка для экспериментов, и здесь я буду вам показывать как и что строить. Ну и на первый раз мы будем строить автоматическую фирму пшеницы. Для этого нам понадобится земля, лыжник и два ведра. Ну, можно больше ведра. Сначала ставим вот таким вот образом платформу с размером 10 на 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот. Теперь отмечаем раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А нет, еще удлиним на три блока, чтобы получилось тут три, тут три, тут три. Вот. Берем землю. И отмечаем шесть... Эм... Шесть строчек, что ли. В общем, вот так в ширину шесть строчек. А нет, длину. Шесть строчек. Так, что-то я запутался. Вот. Вот так вот. Ну и тут тоже самое. Тут тоже самое. Так, теперь берем, делаем вот таким вот образом, штучку такую. Здесь убираем. Здесь вырываем канавку с размером семь блоков. Семь блоков. Вот, вырыли. Теперь выливаем воду. Вот, в эти места. Здесь и здесь. Ну и то же самое в других остальных точках. Вот. И последние два бедра воды. Вот, вылили. Теперь берем, закрываем. И то же самое делаем с верхней позиции. Вот. Нет. и теперь уже можно начинать строительство подкачки воды для того чтобы вода выливалась и истосила всю пшеницу так для этого мы строим здесь вот такую вот площадку вот и теперь ставим здесь вот такую вот систему так но это надо чуть-чуть подальше это двинуть поэтому мы чуть-чуть незаконно проломаем стены нашей площадке для экспериментов и немного и ушелим я думаю что нам этого будет вполне достаточно вот ставим здесь платформу и вот таким вот крестиком обозначаем убираем здесь блока берем воду и уничтожаем лак и как видите вода у нас не доходит что если нечем берем на воду как видите здесь что то мы неправильно сделали не хватает воды мощности в общем смысл вы поняли как это строить вот как таким вот крестом надо сделать и сейчас мы вернемся обратно к нашей фирме и я вам дальше покажу как там устроено может здесь что-то мы неправильно сделали вот и мы продолжим изучать эту фирма так ну тут крестом а ну тут один блок надо чуть чуть было шире сделать ну тут как мы убираем этот блок ну начинает разливаться по всей этой здесь стоит липкой поршень там повезем ростом когда мы отключаем или включаем рычаг то поршень двигается и вода это включается то выключается потом после того как мы все это сделали берем мотыгу и правой кнопкой мыши нажимаем на блок земли вот он у нас вот такого вот цвета сейчас он превратится в более темный со временем сразу появился в общем и теперь берем росток и правой кнопкой мыши ссадим заметьте что она простой блок земли его не посадишь поэтому надо мотыга обязательно и в общем когда мы посадили все эти ростки можно будет подождать пока не все вырастут и потом нажимаем на рычаг и вся вода сносит эти ростки и попадает в одну дырку вот эту вот яму вот ну а в принципе по этой ферме все ферма для ленивых потому что практически от вас зависит только посадить ростки и все остальное за вас делает вода и тыквы и дождь вот ну и все теперь тем пока оно все вырастет нажимаем на кнопку на рычаг и вода начинает появляться из этих дырок и сносит все ростки с вами был мистер л спасибо за просмотр надеюсь это видео оказалось вам полезным вот и теперь уже из этой пшеницы свежей можно сделать хлеб или торт вот всем до скорого встретимся в следующем видео всем пока пока Продолжение следует...